Приветствую вас. Ну, давайте смотреть. Сам по себе, значит, сон может не значить абсолютно ничего. Это может быть отражением ваших страхов, это может быть отражением ваших переживаний, это может быть свидетельством того, что в семье могут быть какие-то проблемы, но вы считаете, что они, эти проблемы могут вылиться вот в то, что папа изменит мамы. Вы этого боитесь, возможно, и, соответственно, вам это принято. Но, понимаете, необязательно дело сразу в любви, совсем необязательно. То есть, необязательно, что вы, вот как сказала моя коллега, да, настолько любите папу, что... Ходите в субботу изменил маму, необязательно. Возможно, именно семья ваша удерживает вас от своего, ну, от свободы, от роста, от какого-то развития. И подсознательно вы хотите этого, размените роста. Подсознательно вы этого хотите. Но, понимаете, что будет у вас подобно только в том случае, если мама изменит папу. То есть, папа изменит папу. Вот. То есть, в том случае, только если ваша семья, да, разручится. Других вариантов, других вариантов нет для вас. Как, 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 как вот, ну, как это видится мне. То есть, других способов обрести независимость, обрести свободу, которую, может быть, вы хотите, но которой, может быть, вы боитесь. Или которой вы не готовы, или, там, я не знаю, желание, которой вы себе, там, подавляете, например. Например. Вот. Вот. Вот это все может быть реализовано только в том случае, если ваша семья разрушит. Плохо ли это? Ну, да. Конечно. Конечно, это не хорошо. Безусловно. Конечно, это не здорово, что вам сняты такие сны. Вот. Но, значит, они, эти сны, возможно, совсем не то, что вы думаете. Да? Поэтому, поэтому, давайте мы все же не будем спешить, да, давайте мы все же не будем спешить с выводами, да. Вот. И, для начала, для начала, проанализируем, что с вами происходило, значит, ну, вот, там, допустим, в ближайшее время, да, что было. Какие с вами были, какие с вами происходили события. Какие вы испытывали чувства. Какие вы испытывали эмоции. Какие вы испытывали переживания. Вот. Чего вы хотите. Вообще. Вообще, просто, для себя, что вы хотите. Что вам нужно. Чем нуждает. Вот. Понимаете, да? Как, какая. История. Вот это, это важно. И, разобравшись с данным аспектом, можно будет уже говорить о том, что значит ваш, ваш сон. А? Понятно. То есть, грубо говоря, какие чувства вызывает, вызывает у вас этот сон. Дальше вы говорите, рыдать в подушку. Стоит ли рыдать в подушку. А, здесь момент такой. Отчего рыдать-то? Подушку. Зачем рыдать-то? Подушку. И, если имела место быть измена, да? Так или иначе. Разве не означает это тот факт, что, например, ваш отец, ну, например, ваш отец, не счастлив в браке с мамой, разве не означает, возможно, измена того, что ему, ну, не очень комфортно, ему не очень хорошо с вашей, ну, мамой, да, в семье с вами и так далее. То есть, а, чего рыдать-то? Если вы любите своих родителей, то измена говорит о том, что у них есть определенные проблемы. Это так. Но то, что они делают, например, ваш отец, то, что делает, а защищает их, защищает его. То есть, если он извиняется, значит, что ему плохо, значит, что-то его не устраивает, что-то его не удовлетворяет, что-то ему мешает. Понимаете? Вот. Чего-то он боится. Чего-то ему не хватает. Знаете? Какая? Какая? Он компенсирует эту измену. Да. Это так. Если бы, если бы, он не компенсировал бы этой изменой, возможно, ему было бы еще тяжелее, тяжелее. То есть, вы подумайте, что вы хотите для своих родителей, подумайте, от чего вы будете рыдать подушку, если это правда. Понимаете? Что вы потеряете в таком случае? И вот в этом направлении размышлите, что я могу сделать, чтобы не рыдать, если это произойдет как мне, как мне, как мне, значит, ну, себя защитить. Например. Вот. Ну, понимаете? Вот это, вот это, мне кажется, весьма-весьма конструктивная модель поведения для для вас. Вот. И все. Если, если будете действовать в этом направлении, то ситуация обязательно нормализуется. И вы, вы не будете так сильно зависеть от того, что происходит между, 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 между. ими родителями. Вот. Быть счастливым. Подумайте об этом. Пожалуйста. Я уверен, вы... к чему-то придете. Обязательно. Вот. А на этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Не hesitate. Поехали. Поехали. И ум.